Молодая женщина Улыбнулась «Что тебе, старик?» Спросила она И опять послышался крик отца Женщине стало неловко Экран телевизора Одурманился всем нашего сына Вот и кричит на него отец Чтобы он выключил Старик улыбнулся и сказал «Наполните его светом И тогда экран телевизора Побликнет перед ним Что?» Удивилась молодая мама «Тогда компьютер Одурманит его Наполните его Жаждой культуре И тогда компьютер Станет нечто вроде Пенала для вещей Или полки для книг Да, но тогда он может Весь день проводить на улице И ничего не делать Зародите в нем понимание Смысла жизни И тогда он направится на поиск Своего пути» Женщина удивилась И сказала «Ты говоришь мудрые вещи Дай мне наставление» И тогда старик сказал «Проверь в себе полноту света Проверь в себе Жажду к культуре Проверь в себе Свой путь» Молодая женщина Была умная И добрая мать И она подумала «Наверное, недостаточно Жить на сотом этаже Небоскреба» Наверное, мне Нужно опуститься В глубину своей души И поразмышлять Кто я для своих детей И кто они для меня Была бы она глупой женщиной Она могла сказать старику «О чем ты говоришь, старик? И для этого ты поднялся На сотый этаж небоскреба» Но она ему сказала «Спасибо!» На шум в коридоре Вышел отец Он возмущенно посмотрел И спросил «Что здесь происходит?» Жена сказала супругу «О, это мудрец!» Спроси у него совета Как воспитывать наших детей Отец посмотрел «Назови мне три качества Которые нужно воспитать в сыне» И мудрец сказал ему «Мужество, преданность и мудрость» «О, а тогда назови мне три качества, которые нужно воспитать в дочери» «Женственность, материнство и любовь» «Ох, да это прекрасно!» «Дай мне наставление» Старик улыбнулся и сказал «Запомни три заповеди» «Будь для своих детей братом» «Будь для своих детей убежищем» «Умей учиться у своих детей» «Отец был умный и волевой мужчина» «И он подумал, нужно изменить свое отношение к сыну и дочери» «И это я начну делать сейчас» «Был бы он глупый отец» «Он бы мог сказать мудрецу» «О чем ты говоришь, мудрец?» «О какой мудрости, преданности и любви» «Эти понятия давно поросли уже плесенью» «Но он ему сказал спасибо» «И только он хотел сказать жене «Дай ему что-нибудь» «Но не успел» «Мудрец быстро вышел» «У него было слишком много дел» «То, что наши дети получают в семье» «Они проносят на протяжении всей жизни» «Нездешанный отец, буквально заводящийся из-за любых мелочей» «Сам того не подозревая, воспитывает подобное поведение в своих детях» «А у очень тревожной матери бывают тревожные дети» «Мозг ребенка питаем мы, родители и окружающий мир» «Наши дети воспитываются образами, нашими образами» «За смысл отвечает рациональная часть мозга» «За психологическое благополучие и любовь» «Отвечает эмоциональная часть мозга» «И если эмоции подавлены или дискредитированы у ребенка» «Рано или поздно они дадут о себе знать» «И это может выражаться через разочарование, через кризисы» «Может быть подверженность деструктивным влияниям агрессивной среды» «А возможно и оторванностью от семьи» «В современном мире воспитание наших детей подвержено огромной угрозе» «Мы сталкиваемся со скрытыми конкурентами, отрывающих наших детей от нас» «Нас, родители, от родительства» «Нам, современным родителям, необходимо понять, от чего это происходит» «Почему это происходит» «Что наше воспитание становится неэффективным» «Осознав это, поняв это, мы приходим к решению одной из труднейших задач» «Как нам выстраивать отношения с нашими детьми, чтобы мы, воспитатели, снова заняли основную роль в их жизни» «Чтобы без принуждения они стали уважать нас и сотрудничать с нами» «И самым огромным конкурентом, который снижает родительский авторитет, обесценивает родительскую любовь» «Является привязанность к сверстникам» «Наши дети все чаще и чаще обращаются за советом, за знаниями, за опытом» «Не к нам, к родителям, к отцу и матери, а к своим сверстникам» «А это противоречит законам природы» «Так как незрелая личность, она не может влиять на зрелость, воспитывать эту зрелость в ком-то другом» «Это как вылупившийся утенок из яйца, который мгновенно фиксирует образ мамы утки и начинает двигаться за ней» «Таким образом вырабатывается привязанность» «Он повторяет все, что делает мама утка, он выполняет все, что требует она, пока он не станет зрелым, пока он не станет самостоятельным» «И только когда утенок достигает зрелости и самостоятельности, мама утка отпускает его в свободное плавание» «А если утенок не фиксирует образ мамы и мамы утки нет, он может прикрепиться к любому движущимся объекту» «Это может быть человек, может быть собака, это может быть даже механическая какая-то игрушка» «И мы с вами понимаем, что тогда его зрелость, его самостоятельность, она наступит более поздно и, возможно, будет проходить более сложно» «Так же происходит и в человеческой среде» «Если нет рядом родителя, нет значимого взрослого, ребенок будет искать, кому привязаться из ближайшего окружения» «И наши дети, они не могут испытывать одновременно привязанность и к родителям, и к сверстникам» «Потому что они не могут одновременно двигаться в двух противоположных направлениях» «И мозгу ребенка приходится выбирать между родительскими ценностями и ценностями своих сверстников» «Тогда что, нашим детям не нужно иметь друзей?» «Можете спросить вы у меня» «Вовсе нет» «В тех культурах, где сохранилась привязанность по отношению к детям и дети дружат со сверстниками» «Главным ориентиром для них остаются их родители» «Родители занимают главную роль в их жизни» «В отношении со сверстниками абсолютно отсутствует безусловная любовь и принятие, а также способность к самопожертвованию» «И для многих детей это является катастрофой» «Вместе с все возрастающей привязанностью к сверстникам в мире растет число суицидов среди подростков» «И многие ученые пришли к единому мнению, что одним из факторов провоцирующих является родительское неприятие» «Чем больше для наших детей значит мнение сверстников, тем больше они подвержены тому, что их могут высмеять, их могут оттолкнуть, их могут изолировать из группы, их могут не принять в группу» «И для многих это тогда огромный кризис» «Но что тогда? Нам не выпускать своих детей? Нам не способствовать их самостоятельности?» «Можете задать вы такой вопрос» «Нет, нам необходимо способствовать их самостоятельности, но когда наша миссия родительства на определенном этапе выполнена» «Есть хорошая новость – наши дети по своей природе хотят принадлежать нам, родителям» «И что бы они ни говорили, какое бы они поведение ни демонстрировали, но в самом деле по своей природе они хотят принадлежать именно нам, родителям» «И поэтому у нас есть возможность вернуть к себе эту миссию, вернуть себе миссию наставников» Доктор психологии «Гордон Ньюфолд дает рекомендации, как эту привязанность сохранить и укрепить» «И первый принцип – это как возродить эту привязанность» «Мы, родители, должны завладеть своими детьми, чтобы у них было желание быть привязанными к нам именно» «И для этого в культурном хаосе современного мира мы, родители, должны выработать в себе привычку привязывать своих детей ежедневно, постоянно, пока они не вырастут» Следующий принцип – это общение благожелательное Очень часто происходит в жизни, что с подрастающими детьми мы общаемся только по необходимости или принуждению Часто очень, когда что-либо случается Но наше общение с малышами, оно не строится так Мы не пытаемся их эмоционально привязать, но мы пытаемся корректировать их поведение, направлять их И попав в среду, где есть маленький ребенок, даже если это чужой ребенок, у нас включаются инстинкты заботы Мы начинаем улюлюкать, улыбаться, покачивать головой, пытаемся их брать на руки В этом случае проявляется следующий тип привязанности, который называется танец завладения И этот танец завладения, он также проявляется и у взрослых на первых порах, когда они ухаживают друг за другом К сожалению, с течением времени у многих взрослых он проходит, но когда он проходит по отношению к детям, это является катастрофой И поэтому нам, родителям, нужно наше общение постоянно выстраивать на основе тактики и расположения На основе восхищения нашим явлением Следующий принцип, это принцип, когда мы должны нашим детям дать что-то такое, за что они могут ухватиться И это должно быть неожиданным для них Если это неожиданно, тогда это эффективно А если это то, что они примерно предполагали, если это как вознаграждение за какие-то их успехи Или то, что они могут приобрести, купить Тогда это не будет давать такого эффекта Ну, например, когда очень неуверенный в семье ребенок, он требует много внимания и много времени от родителей И родители дают ему это внимание и время Но парадокс в том, что когда мы даем это внимание и время по требованию ребенка, привязанность не возникает Она возникает, когда мы даем неожиданно Когда мы подбираем момент и в этот момент мы начинаем с ребенком общаться Следующий принцип – это поощрять зависимость Наша жизнь состоит из смены времен года И мы не можем игнорировать зиму, потому что она холодная, с ветрами и морозами И сразу пригласить весну, когда тепло и все распускается Мы также не можем тянуть растение из земли, чтобы оно побыстрее выросло Потому что мы можем повредить корни, которые скрепляют его с землей Также мы не можем способствовать быстрому взрослению и независимости наших детей Если не прошел этап зависимости Следующий принцип – это принцип быть ориентиром для наших детей Так сложно в жизни, что наши дети ищут ориентиры А мы, взрослые, очень часто не успеваем за законами жизни И чувствуем себя в современном мире, как мигранты в чужой стране, потерянными И не знающими, что же делать Но мы должны всегда помнить, что для наших детей всегда нужен ориентир И мы можем стать этим ориентиром для них Мы можем стать их другом Если же с нашим ребенком все-таки утеряна привязанность И у них уже сформировалась привязанность с верстником Что же в этом случае делать? В этом случае необходимо уединиться с ребенком Один на один, поговорить с глазу на глаз И если в семье есть папа и мама, то сначала поговорить папе, а потом маме Или маме, а потом папе Но это обязательно должен быть разговор наедине Без критики, без упреков С осознанием того, что это наше явление на основе безусловной любви и принятия Можно еще покаяться Покаяться от всей души Раскаяться, что так произошло со слезами на глазах Ребенок всегда будет действовать по воле закона привязанности Не помышляя об этом законе А мы, взрослые, мы должны действовать по воле закона привязанности Зная об этом законе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok